С каждым годом количество отрядов ЮИД растет. Из-за поведения этих юных участников дорожного движения можно не беспокоиться, потому что они не только не нарушают правила, но и всегда напоминают другим о важности такого поведения на дороге. Как правильно вести велосипед, где необходимо перемещаться в темное время суток и как оказать первую помощь. Все это можно было увидеть на площадках 33-й школы. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также внедрения новых форм изучения правил дорожного движения, ежегодно среди учреждений образования проводятся соревнования отрядов юных инспекторов дорожного движения. Данные участники соревнуются в следующих конкурсах. Теоретические знания правил дорожного движения, теоретические основы оказания помощи пострадавшим, а также агитационно-художественное представление и фигурное вождение. Весело и интересно было на каждой конкурсной площадке. Кто-то проявлял себя в оказании медицинской помощи, кто-то быстрее и точнее отвечал на вопросы по ПДД. Экзаменаторы – сотрудники госавтоинспекции. Конкурс «Теоретический экзамен на знание правил дорожного движения» включал в себя 10 вопросов, ответить на которые участники состязания должны были в течение 10 минут. К данному конкурсу у меня шла усердная подготовка. Я много занималась и дома, и в школе. Были сложности в первом вопросе, но я его поняла и решила. Конкурс «Оказание первой медицинской помощи» проводился в виде зачета, на котором участники должны были правильно ответить на вопросы экзаменаторам. Дети сейчас приходят очень подготовленные, даже радостно за это. Они знают, как оказать помощь и при кровотечении, и при непроходимости дыхательных путей, и даже такую серьезную тему, как сердечно-легочную реанимацию. Те, кто не знают, мы можем даже здесь снова показать, рассказать, чтобы впредь они знали. Можем выдать им брошюрки, чтобы детки в следующий раз могли ответить правильно на вопрос. В качестве практической части основы правильного перемещения на велосипеде по проезжей части и в дворовых территориях школьники доказали, что хорошо разбираются в дорожных знаках, разметке и сигналах регулировщика, а полосу препятствий преодолевали с легкостью. Я участвую в первый раз. Нас к нему долго готовили. Мы репетировали и в школе, и на улице. Трасса мне показалась довольно-таки несложной. Я запнулась, но довольно было несложно. Принимаю участие не первый раз. В прошлом году тоже участвовали, заняли первое место. Подготовка шла напряженно, очень сильно готовились, потому что знали, что трасса будет нелегкая. Ожидание она превзошла, потому что совсем другая. Трасса меняется каждый год. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимантович, телекомпания Бук-ТВ.